Брайт Парк вдохновляет. В Брайт Парке удобный автокредит за 15 минут. Брайт Парк. Лада. Екатеринбург. В конце ноября 100-летний юбилей отметил фронтовик, четверть века проработавший в карьере комбината. С круглой датой ветерана градообразующего предприятия поздравили представители комбината Урал-Азбест. За плечами Сергея Моисеева целый век жизни. Ветеран Великой Отечественной войны, четверть века проработавший в карьере комбината Урал-Азбест, отметил 100-летний юбилей 29 ноября. В праздничный день ветераны поздравили не только родные и близкие, но и представители градообразующего предприятия. В качестве поощрения от комбината юбилеру вручили поздравительное письмо, а также премию в размере 23 тысяч рублей. Мы вас хотим все поздравить с таким прекрасным 100-летним юбилеем. Конечно же, мы за то, чтобы и вы жили еще много-много лет. И все, кто живет в Азбесте и работает на комбинате, не только на комбинате, жили до 100 и более лет. До 150, до 200 лет, пожалуйста, живите. История человека, который прожил без малого целый век, богата на события. Сергей Михайлович родился в селе Ушакова Курганской области. В раннем возрасте он остался сиротой. Уже в 13 лет ему пришлось взять на себя хозяйство. А в 16 лет он вступил в колхоз. Во время Великой Отечественной войны Сергей Михайлович служил на Западном фронте. Воевал в Карелии, Белоруссии, Заполярье. Дошел до Восточной Пруссии. Я бы тут с шоколистом в роте связи был. Была радиостанция 11АК. Так что я сразу пожелал, предложили мне, я пожелал радистом быть. Сержантом был по должности. В комбинате «Урал-Азбест» Сергей Михайлович начинал свой трудовой путь в 1949 году. Более 20 лет до ухода на сослушанный отдых проработал машинистом электровоза в транспортном цехе Центрального рудоуправления. Водил многотонные железнодорожные составы с рудой по карьерным дорогам. За долгий и добросовестный труд Сергей Моисеев неоднократно поощрялся денежными премиями с объявлением благодарностей. Я процедурировался неделю и стал машинистом электровоза. И так до пенсии я работал машинистом электровоза. Спасибо комбинату. Не забывают нашего брата пенсионеров. Поддержка ветеранов – одна из главных составляющих социальной политики комбината «Урал-Азбест». Неработающих пенсионеров поощряют денежными премиями к праздникам. Отдельное внимание уделяется здоровью. Так, комбинат ежегодно выделяет бесплатные путёвки для ветеранов профилакторий. Только за прошлый год на поддержку ветеранов комбината «Урал-Азбест» было направлено порядка 18 миллионов. Комбинат никогда не забывает о своих ветеранах. У нас действуют ветеранские организации, которые помогают ветеранам. И те, которые уже не могут передвигаться самостоятельно, и те, которые могут, мы для них организовываем лечение в санатории и профилактории. Это записано в коллективном договоре у нас. Поддерживает это обязательно генеральный директор наш Юрий Алексеевич Козлов. Есть выплаты ветеранам четыре раза в год. Выплачиваются финансовые средства немаленькие. Мы их возим, выделяет генеральный директор транспорт, и возим на различные прогулки, различные мероприятия. Сегодня в Азбесте живёт много ветеранов азбестовой промышленности, возраст которых превышает 90 лет. Международные исследования и многолетняя практика работы с минералом доказывают, что хризатиловый азбест безопасен при контролируемом использовании. А ветеран Урал-Азбест – яркое тому свидетельство. В следующем году как раз Роттердамская конвенция. Хотелось как раз отметить, там в Европе нам озвучивают как мёртвый, доживающий город. Люди, которые работали на комбинате, болеют и сразу же умирают. Как раз прямое доказательство, что это не так, это всё враньё. То есть мы это видим. Человек, который всю жизнь проработал на комбинате непосредственно с хризатилом. То есть мы видим, показываем обратный пример. Сегодня Сергей Моисеев живёт вместе со своей 98-летней супругой. Эта пара – настоящий пример для подражания. Вместе они уже прожили 70 лет. У Моисеевых две дочери, трое внуков и столько же правнуков. Я хочу сказать, поблагодарить руководство комбината за поддержку моего отца, моей семьи. Чувствуется внимание комбината в том плане, что они интересуются здоровьем. Выделяют путёвки в профилакторию. И уже, кажется бы, человек уже давным-давно не работает. А в любом случае, вот такую возможность нам предоставляют. Всегда интересуются, что на сегодняшний день, какая потребность у вас есть, Сергей Михайлович. Ну вот, большое спасибо руководству за такое внимание. В 100-летний юбилей Сергея Моисеева за праздничным столом собрались его родные, близкие, а также коллеги. Сергей Михайлович признаётся – секрета долголетия у него нет. Однако его родные отмечают – он настоящий человек труда. Несмотря на свой солидный возраст, Сергей Моисеев продолжает работать в саду. До 80 лет мужчина управлял Волгой и Окой. Впрочем, и сегодня он вместе со своей 98-летней супругой не теряет интереса к жизни. И всегда в курсе происходящего. Анастасия Сметанина, Владимир Денисов. Новости АТВ.